Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава послания к Ефесиным для библейского портала экзегет. Во второй главе у нас было много богословия, причем такого поэтического богословия. В третьем немножко продолжается, но уже с личным таким акцентом. Во второй главе Павел проповедует, встает на кафедру и с этой кафедры так очень четко и внятно и одновременно поэтично расписывает основные положения своей веры. Ну хорошо, а он-то сам кто? В третьей главе он об этом скажет. «Ради этого я, Павел, стал узником у Христа Иисуса за вас, кто был язычником». Ну, стал узником, наверное, в буквальном смысле прежде всего. Он арестован в Иерусалиме, отправляется в Рим для того, чтобы там предстать перед судом. И какое-то довольно долгое время в Риме проводят в тюрьме, оттуда, видимо, и пишет Ефесиным. Поэтому он узник Иисуса Христа, как, ну, говорят, узник совести. То есть узник за то, что вот совесть велела человеку делать так, и он так делал, его арестовали. С Павлом то же самое получилось. Но одновременно узник Христа — это некоторое такое почетное наименование, то есть тот, кого пленил Христос. А узник — это человек, который сам не определяет, куда ему идти, что ему делать. Вот, то есть он уже не сам распоряжается своей жизнью, стал узником Христа Иисуса за вас, кто был язычником. Он же проповедовал в основном среди язычников, начал, может быть, и с иудеев, но они как-то не очень откликались. А Павел — это как раз апостол язычников, как это обычно называют. Вы, конечно, слышали, что это служение среди вас доверено мне Божьей благодатью. Мне было в откровении раскрыто таинство, о котором я кратко уже писал, и вы, прочитав, сможете увидеть, как я понимаю таинство Христова. Ну, собственно, он только что его изложил. Он много раз подчеркивал, в послании к Галатам об этом мы читали более подробно, но здесь он еще раз говорит, что это служение ему доверено в откровении. Вот интересно, между прочим, церковь — иерархичная структура, и всегда я была. В церкви всегда все спускается сверху вниз. Это не такая казачья вольница, запорожская сечь. И одновременно есть ярчайшее исключение апостол Павел, которого... Кто его рукоположил в апостола? Да, в общем-то, мы не знаем. Получается, что его Христос призвал. В книге Деяния описана эта история, как он шел в Дамас для того, чтобы гнать христиан, ему явился Христос, потом его крестили, да, конечно, он не сам крестился, но все дальнейшее он как бы сам. Да, и вот здесь он говорит, меня призвала благодать. Значит, бывает, что человек, собственно, получает какое-то служение непосредственно от Бога. То, что пророки в Ветхом Завете, да, их же никто не назначал, там, указ первосвященника или царя, вот, такой-то человек и сайт у нас будет пророком. То есть, может, этот указ и был, но о нем ни слова нет. А вот то, что он становится пророком, это скорее призвание. И в дальнейшей церковной истории не раз люди получали некое откровение и начинали что-то делать, да, сами. То есть, иерархичность не подразумевает безинициативность, не подразумевает вялой инертности. То есть, вот те, кто снизу, ждут, пока им сверху спустят указание, ну, и они будут его исполнять. Абсолютно не обязательно так. А еще один интересный момент. Вы, прочитав, сможете увидеть, да, то есть, он мог прибегать к авторитетам. Он мог, и в других посланиях он это делает, давать множественные цитаты, да. Но здесь он просто говорит, да вы сами разберетесь. Тоже важнейший элемент, что человек, который, собственно, слушает некую проповедь, получает некоторое послание, он не идиот, он может сам разобраться. Ему не нужно для этого обязательно давать вот какие-то внешние авторитеты или наборы цитат или что-то еще. Он может просто увидеть, правда это или нет. Вот во многом послание к Ефесиным, послание к Ефесиным, это послание о доверии. Ну, и дальше он еще раз про это самое таинство. Таинство это не обряд, это не какая-то отдельная часть, но это общая история. Так вот, прежним поколениям сынов человеческих оно, таинству, не было известно, а теперь открывается его апостолам и пророкам в духе. Язычники составляют единое тело с иудеями, они такие же наследники, причастные Божьим обещаниям во Христе Иисусе благодаря Евангелию. Ну, собственно, то, что он в предыдущей главе подробно расписывал, да, из двух сотворить одно, из разделенного человечества создать единое. И здесь уже Павел о своей роли в этом событии. Я сам стал его служителем, такой дар Божьей благодати был мне дан по действию его силы. Ну, понятно, вот, собственно говоря, от чего ради ты все это делаешь, Павел? Много усилий, много неприятностей. Он служитель этого таинства по воссозданию единого человечества в общении с Богом. Не слабо так, да? Кто деньги зарабатывает, кто карьеру делает, кто там семейную жизнь свою устраивает, кто там еще чем увлечен. А он человечество новое создает. Мне, наименьшему из всех святых. Ну, вообще-то, да, по крайней мере, среди апостолов точно он наименьший, потому что он вообще-то и не апостол, строго говоря, он не был со Христом во время его земной жизни. А и он это сознает. Мне, наименьшему из всех святых, была дана эта благодать, нести язычникам евангельскую весть о непостижимом Христовом богатстве и просвещать всех, раскрывая таинственный замысел, который прежде всех веков был сокрыт у Бога, сотворившего Вселенную через Иисуса Христа. Он вновь и вновь подчеркивает, что вот все то, о чем он говорит, это часть единого замысла творения. Он уже сказал, что вот христиане – это новый народ, сотворенный Богом, но не только в том смысле, в котором вообще все сотворено, а это единая история творения. От возникновения мира и до его конца – это исполнение некоего замысла, это не случайный набор событий. Ну и, соответственно, вот здесь он говорит о том, как все это раскрывается уже в жизни этих самых христиан. Теперь, благодаря церкви, стало известно началом и властям небесного мира, да, вот там наверху тоже своя иерархия, и эта иерархия зависит от нас. Вот здесь на земле совершается все главное, и небесная иерархия смотрит на землю, чтобы понять происходящее. «Стало известно началом и властям небесного мира многогранная Божья мудрость. Такое извечное определение он положил во Христе Иисусе, Господе нашим». Это его вера позволяет нам уверенно и спокойно приступать к Богу. То ли его вера, то ли вера в него, мы точно не знаем, но разница не очень велика. То есть Христос – это тот, кто приносит на землю веру, не религию основывает, не обряды утверждает, не иерархию устанавливает. Хотя это тоже возникает, и это тоже нужно, но он дает некую веру, а точнее он делится ей, своей верой Отцу, верой как доверие. Вера не как перечисление абстрактных положений, но как путь, по которому человек идет. Он верит, и поэтому он идет по этому пути. Он терпит неприятности, он прикладывает усилия, он идет к некой цели. Вот Христос прошел этим путем, мы идем за ним, поэтому разница между его верой и верой в него, как доверием к нему, кто этим путем идет, в общем-то одно и то же. Ну, сказать по-русски можно по-разному. И именно эта вера дает нам уверенно и спокойно приступать к Богу, открывая доступ. Вот как хочется к начальнику попасть в кабинет и все ему, наконец, объяснить, да, и надеяться, что он все исправит. Вот этот доступ к Богу открыт. «Потому прошу вас не унывать из-за тех скорбей, которые ради вас выпали на мою долю, в них ваша слава». Ну, вот тюремное заключение, из которого он пишет, и «да чего вы волнуетесь, это все ради вас, это ваша слава, ну, а я потерплю, мне это нетрудно, потому что, говорит он, у меня есть некое служение». «Ради этого преклоняю колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого получает имя всякий род на небе и на земле, и молю его по изобилию своей славы наделить вас силой, чтобы укрепилось в духе ваше внутреннее естество, и Христос по вашей вере вселился бы в ваши сердца, «А вы, укоренившись и утвердившись в любви, сумели бы со всеми святыми разуметь всю ширь и даль, всю ввысь и глубь, и познали бы любовь Христову, превосходящую всякое знание, и исполнились бы всяческой Божьей полноты». Ну, такая поэтическая здесь проповедь, что даже не хочется ее разрывать с комментариями. Но, может быть, только несколько моментов. Отец, от которого получает имя всякий род на небе и на земле, да, отец, он дает имя роду. Вот фамилия, когда-то у нас были предки у каждого, которые стали называться этой фамилией, теперь мы ее носим. Или отчество, которое мы носим, это же все и в древнейшие времена было. И вот, собственно, мы носим самое главное имя отца. У нас разные названия, у нас разные народы, у нас имена разные, но, тем не менее, все исходит от него. И, собственно говоря, вот к нему Павел обращает эту молитву. Ну, и внутреннее естество, укрепление внутреннего естества, он не говорит о поведении людей, об их действиях, об их высказываниях. Хотя это все важно, и он это тоже обсуждает. Но самое главное, что внутри человека есть некое естество, и оно меняется. Внутреннее, новое, сокровенное, которое раскрывает себя. И тогда, когда оно раскрывает себя, вы познаете любовь к Христу, превосходящую всякое знание. Знание-то он им дает. Он только что это рассказал. Но есть то, что невозможно рассказать, то, чем можно только поделиться. То, что может вырасти в сердце само, это любовь. И, соответственно, когда эта любовь в сердце возникает, то уже знание на втором плане. Любовь – это некий опыт жизни в чем-то для тебя невероятно важном. И он просто молится о том, чтобы для них этот опыт состоялся. А тому, кто может совершить неизмеримо больше, чем все, о чем мы просим или помышляем, и чья сила действует у нас, слава ему в Церкви, во Христе Иисусе, на все поколения, во веки веков. Аминь. Словословие Богу. И вот очень хорошая фраза тому, кто может совершить больше, чем все, о чем мы просим, или помышляем, даже догадываться не можем обо всем, что он совершает. То есть наша просьба – это не такой перечень к Богу, знаете, список дел, которые надо не забыть сделать. Многие там на холодильник или куда-то еще вешают, да, вот что надо там, купить хлеб, постирать белье, там, забрать ребенка из садика, ставить точечки. Молитва – это не список такой для Бога, это доверительное обращение к Нему, а Он знает гораздо больше, чем мы можем даже себе представить. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.